Рафаэлла Джованьоли. «Спартак». Исторический роман. Читает Алексей Воскобойников. Капрера, 25 июня 1874 года. «Дорогой мой Джованьоли, я залпом прочел вашего Спартака, несмотря на то, что у меня совсем нет времени для чтения. Я от него в восторге и восхищен вами. Надеюсь, что наши сограждане оценят великие достоинства этого произведения и, читая его, убедятся в необходимости сохранять непоколебимую стойкость, когда речь идет о борьбе за святое дело свободы. Вы, римлянин, описали не лучший, но наиболее блестящий период истории величайшей республики. Период, когда надменные властелины мира начинали уже погрязать в тине порока и разврата. Но, несмотря на то, что это поколение было источено испорченностью и разложением, оно породило исполинов, равным которым не было ни у одного из предыдущих поколений, ни у одного народа и ни в одну эпоху. Из всех великих людей величайшим был Цезарь, сказал знаменитый философ. И действительно, деяния Цезаря возвеличили описанную вами эпоху. Вы извояли Спартака, этого Христа, искупителя рабов, резцом Микеланджело. Я, как раб, получивший свободу, благодарю вас за это, а также за то глубокое волнение, которое я испытал, читая ваше произведение. Не раз слезы катились из глаз моих, не раз чудесные подвиги Рудиария приводили меня в волнение, и я был немало огорчен тем, что ваша повесть оказалась такой краткой. Пусть же воспрянет дух наших сограждан при воспоминании о великих героях, почивших в нашей родной земле. Земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ. Неизменно ваш, Джузеппе Гарибальди. Глава первая. Щедрости Суллы. За четыре дня до ноябрьских ид, 10 ноября, в 675 году римской эры, в период консульства Публия, Сервилия, Ватия и Саврийского и Аппиа Клавдия Пульхра, едва только стала светать, на улицах Рима начал собираться народ, прибывавший из всех частей города. Все шли к большому цирку. Из узких, кривых, густонаселенных переулков Эсквелина и Субуры, где жил преимущественно простой люд, валила разношерстная толпа. Люди разного возраста и положения, они наводняли главные улицы города, Табернолу, Гончарную, Новую и другие, направляясь в одну сторону, к цирку. Иды. По римскому календарю середина месяца. 15 день марта, мая, июля и октября, 13 день остальных месяцев. Римская эра. Летосчисление со дня основания города Рима, 753 год до н.э. 675 год Римской эры, то есть 78 год до н.э. по новому летосчислению. Большой цирк построен по преданию легендарным римским царем Тарквинием Древним. В нем помещалось 150 тысяч зрителей. Эсквелин. Самый большой и высокий из семи холмов, на которых стоял город Рим. Один из кварталов города. Субура. Район Рима и оживленная улица. Здесь и далее примечания редактора. Ремесленники, неимущие, отпущенники, покрытые шрамами старики, гладиаторы, нищие, изувеченные ветераны гордых легионов, победителей народов Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, шуты, комедианты, танцовщицы и стайки резвых детей двигались нескончаемой чередой. Кимвры. Германское племя. Римский полководец Марий одержал победу над кимврами в Северной Италии при Верцеллах. Битва закончилась почти полным уничтожением кимвров. Оживленные лица, беззаботная болтовня, остроты и шутки свидетельствовали о том, что люди спешат на всенародное излюбленное зрелище. Вся эта пестрая и шумливая многочисленная толпа наполняла великий город каким-то неясным, смутным, но веселым гулом, с которым могло бы сравниться лишь жужжание тысяч и тысяч ульев, расставленных на улицах. Римляне сияли от удовольствия. Их нисколько не смущало небо, покрытое серыми, мрачными тучами, предвещавшими дождь, а никак уж нехорошую погоду. С холмов Латия и Тускула дул довольно холодный утренний ветер и пощипывал глаза. Это легко было заметить потому, как некоторые из граждан натянули на головы капюшоны плащей, другие надели широкополые шляпы или круглые войлочные шапки. Мужчины старались закутаться поплотнее в зимние плащи и тоги, а женщины – в длинные просторные столы и палии. Латий Обитатели Рима принадлежали к племени латинов. Отсюда и язык, на котором говорили римляне, получил название латинский, жившему в долине между реками Тибром и Опионом, Опенинским хребтом и Теренским морем. Эта область называлась Латием. Тускул Древний город Латия Стола Длинное просторное платье римских женщин Паллий Просторный плащ Верхнее платье Цирк Цирк, построенный в 138 году от основания Рима первым из царей Торквинием Древним, после взятия Опиол, был расширен и разукрашен последним из царей – Торквинием Гордым. Он стал называться Большим с 533 года Римской эры, когда цензор Квинт Фламиний выстроил другой цирк, названный его именем. Большой цирк, воздвигнутый в Мурсийской долине между Палатинским и Авентинским холмами, к началу описываемых событий еще не достиг того великолепия и тех обширных размеров, какие предали ему впоследствии Юлий Цезарь и Октавиан Август. Цензоры Должностные лица, ведавшие переписью имущества граждан в целях взимания налогов и надзором за благонравием населения. Октавиан Август 63-й год до н.э., 14-й год до н.э. Двоюродный племянник Юлия Цезаря, усыновленный им. В результате длительной гражданской войны Август захватил высшую власть в Риме, уничтожил республиканский строй и установил монархию. Все же это было грандиозное и внушительное здание, имевшее в длину 2180 и в ширину 998 римских футов. В нем могло поместиться свыше 120 тысяч зрителей. Цирк этот имел почти овальную форму. Западная часть его была срезана по прямой линии, а восточная замыкалась полукругом. В западной части был расположен оппидум, сооружение с 13 арками. Под средней находился главный вход, так называемые парадные ворота. Из них перед началом ресталищ на арену выходила процессия жрецов, несших изображения богов. Под остальными 12 арками расположены были конюшни или камеры, куда ставили колесницы и лошадей, когда в цирке происходили бега. В дни кровопролитных состязаний, любимого зрелища римлян, там находились гладиаторы и дикие звери. От оппидума амфитеатром шли многочисленные ряды ступенек, служивших скамьями для зрителей. Ступеньки пересекались лестницами, зрители всходили по ним, чтобы занять свои места. К этим лестницам примыкали другие, по которым народ направлялся к многочисленным выходам из цирка. Вверху ряды скамей оканчивались аркадами, предназначенными для женщин, которые пожелали бы воспользоваться этим портиком. Против парадных ворот устроены были триумфальные ворота, через которые входили победители, а с правой стороны оппидума были расположены ворота смерти. Через эти мрачные ворота служители цирка при помощи длинных багров убирали с арены изуродованные и окровавленные тела убитых или умирающих гладиаторов. На площадке оппидума находились скамьи для консулов и высших должностных лиц, для весталок и сенаторов, тогда как остальные места ни для кого особо не предназначались и не распределялись. Консул. Для управления республикой в Риме ежегодно избирали двух консулов, которым принадлежала высшая гражданская власть. Весталки. Жрицы Весты, богини домашнего очага. Они были связаны обетом безбрачия, обязаны были поддерживать в храме Весты неугасимый огонь. Сенатор. Член Сената Высшего Государственного Совета в Риме эпохи республики. По арене между оппидумом и триумфальными воротами тянулась низкая стена длиной приблизительно в 500 футов, именовавшаяся хребтом. Она служила для определения дистанции во время бегов. На обоих ее концах было несколько столбиков, называемых метами. На середине хребта возвышался обелиск солнца, а по обеим его сторонам располагались колонны, жертвенники и статуи, среди которых выделялись статуи Цереры и Венеры Мурсийской. Внутри цирка по всей его окружности шел парапет высотой в 18 футов. Он назывался подиумом. Вдоль него пролегал ров, наполненный водой и огороженный железной решеткой. Все это предназначалось для охраны зрителей, от возможного нападения диких зверей, которые свирепствовали на арене. Таково было в 675 году это грандиозное римское сооружение, предназначенное для зрелищ. В огромное здание цирка, вполне достойное народа, чьи победоносные орлы уже облетели весь мир, устремилась ежечасно, ежеминутно увеличиваясь, нескончаемая толпа плебеев, всадников, патрициев, матрон. Вид у всех был беззаботный, как у людей, которых ждет веселая и приятная забава. Что же происходило в этот день? Что праздновалось? Какое зрелище привлекло в цирк такое множество народа? Луций Корнелли Сулла Счастливый, властитель Италии, человек, наводивший страх на весь Рим, велел объявить несколько недель назад, быть может для того, чтобы отвлечь свои мысли от неисцелимой накожной болезни, которая мучила его уже два года, что в продолжении трех дней римский народ будет пировать за его счет и наслаждаться зрелищами. Уже накануне на Марсовом поле и на берегу Тибра римские плебеи восседали за столами, накрытыми по приказу свирепого диктатора. Они шумно угощались до самой ночи, а затем пир перешел в разнузданную оргию. Заклятый враг Гая Мария устроил это пиршество с неслыханной царской пышностью. В треклинии, наскоро сооруженном под открытым небом, римлянам подавались в изобилии самые изысканные кушанье и тонкие вина. Луций Корнелий Сулла Счастливый, 138-78 годы до н.э. Глава аристократической группировки. Захватив власть в 1982 году до н.э., объявил себя диктатором и удерживал диктатуру до 79-го года до н.э. В 88-м году до н.э. Сулла был избран консулом и возглавлял римское войско в войне против понтийского царя Митридата. В 83-м году до н.э. восстановив римское господство на востоке, Сулла вернулся в Рим и вынудил сенат предоставить ему полномочия диктатора. В эпоху диктатуры Суллы закладывались основы римской империи. Марсово поле. Военный плац на берегу Тибра. Место собраний центуриатных комиций. Гай Марий. 156-86 годы до н.э. Римский полководец и политический деятель. Пользовался поддержкой плебса. Семь раз избирался консулом. Возглавлял борьбу с Суллой. Триклиний. Столовая в доме богатого римлянина, в которой находился стол с примыкавшими к нему с трех сторон ложами. Сулла счастливый проявил неслыханную щедрость. На эти празднества и игры, устроенные в честь Геркулеса, он пожертвовал десятую часть своих богатств. Избыток приготовленных кушаний был так велик, что ежедневно огромное количество яств бросали в реку. Вина подавали сорокалетней давности. Так Сулла дарил римлянам левой рукой часть тех богатств, которые награбила его правая рука. Квериты, в глубине души нетерпевшей Луция Корнелия Суллу, принимали, однако, с невозмутимым видом угощения и развлечения, которые устраивал для них человек, страстно ненавидевший весь римский народ. Квериты – торжественное наименование римских граждан. Римляне почитали в числе своих богов, наравне с Марсом, богом войны, Кверина, которого считали обожествленным Ромулом, легендарным основателем Рима. День вступал в свои права. Животворные лучи солнца то тут, то там прорывались сквозь тучи, и, разгораясь, золотили вершины десяти холмов, храмы, базилики и беломраморные стены патрицианских дворцов. Солнце горело благодатным теплом плебеев, разместившихся на скамьях большого цирка. В цирке уже сидело свыше ста тысяч граждан в ожидании самых излюбленных римлянами зрелищ – кровопролитного сражения гладиаторов и боя с дикими зверями. Среди этих ста тысяч зрителей восседали на лучших местах матроны, патриции, всадники, откупщики, менялы, богатые иностранцы, которые приезжали со всех концов Италии, стекались со всего света в вечный город. Несмотря на то, что баловни судьбы являлись в цирк позже неимущего людо, им доставались лучшие и более удобные места. Среди разнообразных и малоутомительных занятий многих римских граждан, у которых зачастую не было хлеба, а временами и крова, но которых никогда не покидала гордость, всегда готовых воскликнуть «Ноле метанджери» через романус сам. «Не прикасайтесь ко мне, я римский гражданин». Была одно своеобразная профессия, заключавшаяся в том, что нищие бездельники заблаговременно отправлялись на публичное зрелище и занимали лучшие места для богатых граждан и патрициев. Те приезжали в цирк, когда им заблагорассудится, и, заплатив три или четыре сестерца, получали право на хорошее место. Трудно вообразить, какую величественную картину являл собою цирк, заполненный более чем стотысячной массой зрителей обоего пола, всех возрастов и всякого положения. Представьте себе, красивые переливы красок разноцветных одежд, латиклав, ангустиклав, претекст, стол, туник, пеплумов, палеев, шум огромной толпы, похожий на подземный гул вулкана, мелькание голов и рук, подобное яростному и грозному волнению бурного моря. Латиклава, туника с широкой пурпурной каймой, которую носили сенаторы. Ангустиклава, туника с узкой пурпурной каймой, отличительный знак всадников. Претекста, окаймленная пурпуром тога, которую носили магистраты и жрецы, а также мальчики высших сословий до 16 лет. Пеплум – просторное женское платье из тончайшей ткани. Но все это может дать только отдаленное понятие о той великолепной картине, которую представлял собой в этот час большой цирк. То тут, то там простолюдины, сидевшие на скамьях, извлекали запасы захваченной из дома провизии. Ели с большим аппетитом. Кто ветчину, кто холодное вареное мясо или кровяную колбасу, а кто пироги с творогом и медом или сухари. Еда сопровождалась всяческими шутками и прибаутками, беззаботной болтовней, громким хохотом и возлияниями вин велитарнского, массикского, тускульского. Повсюду шла бойкая торговля. Продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков сбывали свой товар плебеем, раскупавшим эти дешевые лакомства, чтобы побаловать своих жен и детей. А затем благодушно настроенным покупателям приходилось, разумеется, подзывать и продавцов вина, чтобы утолить жажду, вызванную жареными бобами. Они пили налитую в стаканчики кислятину, которую разносчики без зазрения совести выдавали за тускульское. Семьи богачей, всадников и патрициев, держась отдельно от плебса, вели веселую и оживленную беседу, выказывая подчеркнутое достоинство манер. Разодетые в пух и прах щеголи, растилали циновки и ковры на жестких каменных сидениях, держали раскрытые зонты над головами прекрасных матрон и очаровательных девушек, оберегая их от жгучих лучей солнца. В третьем ряду, почти у самых триумфальных ворот, между двумя патрициями сидела Матрона блистательной красоты. Гибкий стан, стройная фигура, прекрасные плечи свидетельствовали о том, что это была истинная дочь гордого Рима. Продолжение следует...